Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами мы идем в магазин низких цен, в магазин Светофор. Будем смотреть новинки. Город Курск, улица Косутина, 51. Желаю всем приятного просмотра! Из новинок у нас снова появились наборы автомобилиста. Хоть они и не совсем такие полные, скажем так, входит аптечка первой помощи, дорожная, огнетушитель. Далее знак аварийной остановки, трос буксировочный и перчатки ХБ. Но в принципе он продается вот в такой сумке. Раньше он стоил около 800 рублей, но сейчас цена не указана. Боюсь что-то предполагать. Цены меняются за скоростью света. В аптечке здесь в основном бинты и несколько пластырей. Вот что я хотела точно вам сказать. Ну а мы с вами идем дальше. Кстати, давно аптечки не было этой в продаже. Туалетная бумага. Как-то вам показывала, что ее просто горы. Туалетной бумаги тоже мало. И вот самая-самая простая. Вот такая продается она по 12 штук, если я не ошибаюсь. 108 рублей стоит вся. Ну получается вся вот эта вот пачка. Здесь уже вытащили и открыли. Наверное, чтобы посмотреть поближе. Тряпочек очень много универсальных. Точнее набора салфеток. Я такие сейчас покупаю. Мне они очень нравятся. Правда, я их не стираю. Сразу потом выкидываю. На кухне мне нравятся их. Использую для уборки. В общем, они универсальные. Здесь самый, по-моему, бюджетный ценник. По 33 рубля 15 штук. 25 на 30 сантиметров. Тоже рекомендую. Думаю, что кто попробует, тому понравится. Губки в продаже есть для посуды. По 17 рублей 10 штук. Небольшие они по своему размеру. Но я тоже очень часто их люблю менять. Поэтому меня полностью устраивает. Покупают только здесь. Здесь ведь бюджетнее всего. Идем с вами дальше. Смотрите, еще полки сейчас есть неразобранные. Хромированные. Угловые. Сразу на три полочки. Хочу сказать, что стоит она 222 рубля. 40 сантиметров в высоту. Все для крепления здесь есть. Вот сзади у нас. Многие писали, что ржавеет. Другие пишут, что очень долго уже в использовании. С ней все хорошо. Не знаю, от чего это зависит. Ну, а мы с вами идем дальше искать новинки. Вы смотрите, какая классная новинка у нас появилась для животных. Почему-то мне всегда радостно, когда для них привозят новиночки. И здесь у нас набор для корма животным. Это контейнер на 8,5 литра. И также еще миска. И совок написано. Давайте смотреть. В общем, сам контейнер немного видоизменили. Если помните, то такие у нас уже были. Но они были полностью белого цвета. Сейчас картинка на белом фоне. А сами они прозрачные. Крышка, которая открывается, но не снимается полностью. Мне кажется, что это удобнее. Здесь миска двойная. Как для кошек, я думаю, подойдет. Так и для собак. Кстати, для собак вот такой рисунок тоже предусмотрен. В принципе, отличаются они только по рисунку, где нарисована кошка или собака. Но мне хочется посмотреть все-таки, есть ли в наборе совок. Как заявлено это, собак тоже есть. Вот он. Смотрите, какой удобный. Как раз для корма будет самое то. Крышка очень хорошо закрепляется. Что, я думаю, будет удобно в использовании. Не будет ни запаха посторонних, знаете, от корма. Ничего. По ценнику совершенно точно уверена, что хорошая цена. Потому что смотрела недавно на Валберис. Тоже типа таких мисочек. И они, только такие миски, там стоят под 400 рублей. А здесь сразу три предмета. Тем более, контейнер не 5-литровый, как он был когда-то. А достаточно большой. 8,5 литров. В общем, радостно мне за животных. Но вы успеваете покупать, кому актуально. Не сказала, кто производитель. Это Россия, город Москва. Но следующая новинка точно заинтересует дачников-огородников. Посмотрите, какой большой бак привезли для сада. Он очень большой, на целых 90 литров. С крышкой сделан из пластика. Стоит 896 рублей. Крышки яркие, зеленые. Сам бак черного цвета. Думаю, что точно найдется для чего приспособить его на даче. Сам жесткий материал. То есть, его прям не согнуть. Чувствуется, что... Ну, видно, какой по толщине пластик. Крышки яркие такие. Тоже в первый раз к нам привозят именно такого плана. Ну, в общем, тоже присмотритесь. Думаю, что тоже, в принципе, за большой огромный бак 900 рублей почти. До 1000. Нигде больше не купить. Тем временем, еще одна новинка, которую вам ни разу не показывала. Привезли к нам щетки. Сразу скажу, что цена еще пока не указана. Не знаю, сколько стоит. Но заметила, что есть вот такая щетка. Интересно, по одной ли они вообще продаются. Потому что... А вот здесь вижу сразу несколько скрепленные. Вот такие вот маленькие по две жгутом. И еще видела вот такую. А вот еще такая для обуви. Удобно очень в руке держать. По щетине. Достаточно жесткая, но не совсем. То есть, обувь повредить не должна. Да и вообще любую поверхность. Хотела сказать, что прекрасные вот эти вот ведра. Они подходят для пластика, в общем, пищевой. По 83 рубля. На 9,5 литров. И 10-литровая указана... А, это ценник на таз. Сейчас к тазу мы тоже вернемся. Вот по 80 рублей ведра. Хотела сказать, что слабое место у них вот эта ручка. Конечно, отрываются они очень быстро. А так само по себе ведро очень, кстати, хорошее. Если ручку подберегать, скажем так, то прослужит хорошо. Тоже ценник очень бюджетный. То же самое по тазику. Таз квадратный и он пищевой. 83 рубля. С одной стороны у него вот такой вот как носик есть. Тоже очень удобно в использовании. Он небольшой. На 9,5 литров. Пластик я не скажу, что сильно плотный. Но для каких-то пищевых нужд, дел. Что-нибудь помыть, приготовить, поставить, разморозить. Подходит просто замечательно. Очень хвалят лейки садовые. Они сами по себе не тяжелые. Сразу продаются с рассеивателем. Цена, посмотрите, какая цена. 185 рублей за 10 литров. Пластик хорошо обработан. То есть руки невозможно повредить. Ну и вообще вот хвалят их постоянно из года в год. Завозят к нам немножко, видоизменяют модель. Но в целом все то же самое. Производитель Россия. Также садовая сетка. Ее очень много. Здесь у нас по 570 рублей. 15 на 15 и метр на 10. 15 на 15 я так думаю, что это вот по миллитражу. Квадратик нам рассказали. И производитель Россия. Тоже для каких-то хознужд самое прямо будет то. Дуга парниковая. Я смотрю, что остальное по сезону сад-огород. Все в продаже, все актуально. Кто не видел ролик на моем канале, обязательно посмотрите. Думаю, что полезное для себя вы точно найдете, увидите и подчеркнете. Ну а здесь вот у нас семена. Кстати, очень хваленые семена. Красивые цветы. Мне не одна подписчица писала. Писала очень много, что особенно нравятся гладиолусы. Ой, смотрите, вот будьте аккуратны. Взяла, а тут цветочков-то и нет. Интересно, куда они делись? А, смотрите, здесь разорвали. Вот кошмар какой. И достали, и забрали, наверное. Ну, точно не знаю, может быть какой-то брак производства. В общем, проверяйте. Особенно хвалят гладиолусы. Вырастают очень высокие, красивые, большие, сочные. Ценник. Сейчас не вижу, что указано. Что-то около 30 рублей, если я не ошибаюсь, стоила вот каждая упаковка. Друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, кому актуальны обзоры из этого магазина. Потому что в следующих обзорах планирую пройтись по продуктам. И посмотреть, что с ценами на данный момент. И вообще, что сейчас есть в ассортименте. Вообще, есть ли завозы. Еще один цвет, кстати, лейки. И немножечко она, по-моему, другая. Зеленая. Но также на 10 литров. И также с рассеивателями. Если не одеты они на носик, смотрите обязательно, чтобы не прогадать, скажем так. В прошлый раз вам показывала корм. Помните, какие были завалы? Сейчас прям разобрали. Корм сухой для взрослых кошек. 229 рублей сейчас в продаже. И еще один новый, за 189. Немножечко он другой. 1,9 килограмм. А там 1,5 килограмма в первом варианте. Также сухой, полнорационный для котов. Для взрослых котов и кошек. Так, сейчас вижу в продаже есть огурец свежий. 125 рублей за килограмм. Большие огурцы. Расфасованы где-то по 4 штуки. По 5. Также яблоко свежее. Боготырь. За килограмм 53 рубля. Ну а на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо за ваше внимание, за ваши лайки и комментарии. Продолжение однозначно быть. Смотрите в следующей серии. Будем рассматривать продукты. Покажу все подробно, как обычно. С ценными, составом и так далее. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok